МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов ознакомился с ходом проведения работ по благоустройству Центрального парка Караганды. Он также принял участие в посадке деревьев. В сортировке полицейские спасли семью из горящего дома. Произошло это в конце прошлого года, но руководство ДВД узнало об этом недавно из благодарственного письма от жителя сортировки. Новобранцы крылатой пехоты. В десантно-штурмовые войска торжественно проводили 40 новобранцев, отобранные по всей Карагандинской области. Обо всем более подробно. В Карагандинской области продолжается широкомасштабная акция по посадке леса. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов ознакомился с ходом проведения работ по благоустройству Центрального парка Караганды, а также принял участие в посадке деревьев. Реконструкция западной части Центрального парка культуры отдыха проходит в три этапа. Первый этап включает благоустройство аллеи от улицы Газалиева до набережной Малого озера с выходом на улицу Ержанова. Планируется обустройство клумб, посадка деревьев, устройство асфальтобетонного покрытия, а также покрытие для тротуаров и площадок. С ходом проведения работ ознакомился глава региона Ерлан Кушанов. В нынешнем году на реконструкцию парка выделено более 400 миллионов тенге. Общая стоимость проекта – порядка полутора миллиардов тенге. После ознакомления с ходом проведения работ Аким Карагандинской области принял участие в посадке деревьев, проходившем в рамках двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. Вместе с главой региона дерево посадил известный исполнитель Кадролей Балманов. Посадка деревьев – это благое дело. Как видите, сегодня собралось много людей. И мы, в свою очередь, тоже решили поддержать данную инициативу. Посадить деревья, а затем поливать их – это приносит нам огромное удовольствие. Думаю, иногда нужно уделять один-два часа своего времени для добрых дел. Главой региона, депутатским корпусом, представителями общественности были высажены ели, сосны, липы и березы. В целом, по городу в ходе проводимых весенних субботников планируется высадить более 1700 деревьев и кустарников. Уже в рамках весенних субботников только нами было проведено посажено 440 деревьев. Это вот сейчас мы еще говорим о тысяче вот этой дополнительной, плюс 300. То есть мы лично управляем парками, только мы управляем парками, посадим больше 2000 деревьев в рамках весенних-осенних субботников. А дополнительные организации и районные акиматы еще дополнительные посадят. Вообще планируется около 7000. После посадки саженцев Аким Карагандинской области Ерланд Кушанов призвал всех карагандинцев активно поддерживать акцию «День посадки леса», стартовавшую 21 апреля. Напомним, что в Карагандинской области в течение двух месяцев планируется высадить порядка 50 тысяч деревьев. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Акимате Карагандинской области чествовали известного журналиста Екатерину Кузнецову, исследователя истории Карлага. С 80-летним юбилеем ее поздравили глава региона Ерлан Кушанов, коллеги, соратники и друзья. «Первое я хочу поздравить, пожелать вам долгих-долгих лет жизни еще, творческих успехов и самое главное здоровья хочу пожелать вам». Со слов поздравления началось чествование известного карагандинского журналиста Екатерины Кузнецовой. Трудовую деятельность она начала в далеком 1961 году в областной молодежной газете «Комсомолец Караганды». Затем трудилась в областной газете «Индустриальная Караганда», где проработала до выхода на пенсию. Член Союза журналистов, почетный журналист Казахстана, лауреат множества профессиональных премий. Главные труды Екатерины Борисовны посвящены истории Карлага. «Хотелось сказать огромное спасибо за ту объективную информацию, которую вы доводите по Карлагу. Вы эту объективную историю донесли до наших потомков. Я думаю, за это мы должны вас отдельно поблагодарить. Но это чего стоило, вы мне вам рассказывали. Это, конечно, благодаря вашей принципиальной позиции. Я думаю, на сегодня у нас есть публикации ваши, через которые мы можем узнать многое про те трагические годы, которые были на нашей земле». Несколько лет назад Екатерина Кузнецова передала свои материалы в областной государственный архив. Это переписка с репрессированными их потомками, документы и фотографии. Юбиляр подарила Акимобласти своей книге о Карлаге, сборник «Расстрельные списки с именами жертв репрессий». Екатерина Борисовна отмечает, что, несмотря на пройденные годы, тема Карлага до сих пор волнует многих людей. «Вот из Киева мне пишет один молодой человек, он программист, айтишник, работает где-то там в IT-компаниях. Он ищет свою двоюродную тетю. Вот ее, он составляет, видимо, летопись своей семьи и знает, что она была вот в Карлаге. И он планомерно ищет вот шаг за шагом, я что могу для него сейчас сделать. Я могу только ему подсказать, куда ему обратиться, в какие двери стучатся. И он стучится во все двери». Среди гостей друзья и коллеги Екатерины Борисовны. Аман Жангожин в прошлом корреспондент газеты «Орталык Казахстан». Он также отметил большую роль юбиляра по восстановлению списков жертв политических репрессий. В то время она возглавила вот это общество «Аделет» и «Мемориал». Там вот хорошо они проработали, создали несколько книг, выписывала несколько книг про Карлаг. Где-то 5-6 книг. Эти книги переизданы не только в Казахстане, и потом в России, и в Америке. Вот Карлаг меченой одной метой называется. Карлаг по обеих сторон колючей проволокой. Кровавый 37-й. Это название само себя. Говорят, это о узниках Карлага. Эти книги уже как-то документальные. Екатерина Борисовна Кузнецова и сегодня продолжает свою общественную деятельность. Работу она ведет в социальной сети. Все присутствующие пожелали юбиляру здоровья и дальнейшей плодотворной работы. Андрей Тенжа, Сулам Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. В сортировке полицейские спасли семью из горящего дома. Произошло это в конце прошлого года. Но руководство Департамента внутренних дел узнало об этом только недавно из благодарственного письма от жителя сортировки. Как оказалось, полицейские не посчитали свой поступок героическим и предпочли не распространяться о спасении жизней. Перед Новым годом загорелся дом. Благодаря сотрудникам полиции, за железнодорожного отдела полиции, Асилу Жуманову и сержанту Танатову, которые при пожаре моего дома самые первые поспели и помогли сориентироваться, сориентировались в трудной ситуации. Вместе со мной спасли мою супругу, бывшего сотрудника полиции, это ДВД области, и маму. Житель станции сортировка Александр Майора вспоминает, как в декабре прошлого года сотрудники железнодорожного отдела полиции спасли жизнь ему, супруге и его матери. В тот день участковый инспектор, лейтенант Асил Жуманов и сержант Танатов, патрулируя улицы в сортировке, заметили черный дым, который шел от частного дома. «Потом перепрыгнули через забор и сломали решетку, решетки в окнах, и разбили стекло, и зашли туда, чтобы спасать людей, хозяев. Когда зашли, был уже дым, вытащили трех людей, хозяев». Дом и машина, припаркованные во дворе, сгорели полностью, но люди остались живы. Сегодня о пожаре напоминает лишь остов сгоревшей машины. Этот случай так и остался бы никому неизвестным, если бы хозяин дома не предал его огласки. Именно он направил благодарственное письмо на имя начальника областного ДВД с просьбой наградить полицейских. «Спасибо им большое. Желаю им крепкого здоровья, коррежного роста. Спасибо родителям, также Асилы и сержанам, за воспитание таких хороших, отважных детей». Сами полицейские не считают свой поступок героическим. «Я считаю, что это долг каждого гражданина нашей республики. Первым делом мы думали о спасении людей. Согласно нашей присяге, мы были обязаны помочь гражданам». И тем не менее, как сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области, в настоящее время готовится приказ о награждении отличившихся сотрудников. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Бывший сотрудник темиртаусской полиции задержан по подозрению в убийстве. Об этом передает пресс-служба областного ДВД. 30 апреля вблизи села Ростовка на берегу искусственного водоема обнаружен труп 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий задержан 22-летний житель Темиртау, бывший сержант полиции темиртаусского ОВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных служб установлен и задержан 22-летний житель города Темиртау, подозреваемый в отворенном изоляторе временного содержания, проводится досудебное расследование. Арестованный исполняющий обязанности начальника исправительной колонии в Шахтинске за мучительную смерть заключенного. В организации пыток над заключенным подозревается руководитель исправительного учреждения АК-159-7 Баурбек Шутаев. Теперь уже бывший шеф колонии находится на скамье подсудимых рядом со своим подчиненным. На скамье подсудимых бывший руководитель исправительной колонии АК-159-7 Баурбек Шутаев, сотрудник учреждения Виталий Зарецкий, а также заключенные этой колонии. По версии следствия, сотрудники учреждения являются организаторами пыток заключенного Чупина. Роль исполнителей вменяется шестерым заключенным. Согласно экспертизе, осужденный Валерий Чупин скончался от разрыва прямой кишки. Также его избивали деревянной дубинкой и пытали электрическим током. Между тем, супруга подсудимого сотрудника Виталия Зарецкого считает обвинения в отношении мужа надуманными. Именно ее обращение в Генеральную прокуратуру привели к аресту руководителя колонии. Изначально организатором пыток называли одного Виталия Зарецкого. Такое ощущение, знаете, когда вот велось с следователями дело, такое ощущение было, что ведут следствие не следователи, а адвокаты одной из сторон. Я не буду сейчас назвать фамилию, чтобы как бы не оказывать нигде давление. Просто вот я имею в виду, что отводили нам намеренно, целенаправленно отводили руководителя от ответственности. И по моему неоднократному обращению в Генпрокуратуру, где с моими доводами полностью согласились, и тогда только были приняты меры по выдворению под стражу непосредственно исполняющего обязанности начальника колонии. Напомним, что осужденный Валерий Чупин скончался в больнице 19 марта прошлого года от разрыва прямой кишки, кровотечения и тяжелой интоксикации организма. Расследованием этого громкого дела о пытках внутри колонии занималось управление специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 40 призывников Карагандинской области отправились служить в Астану в десантно-штурмовые войска. С давних пор войска крылатой пехоты считаются элитным подразделением. Десантниками становятся только самые подготовленные юноши, как физически, так и морально. 3 мая у мемориала «Вечный огонь» состоялись торжественные проводы. В строю 40 новобранцев. Призывники отобраны из 17 городов и районов Карагандинской области. Каждый прошел тщательный отбор. В департаменте по делам обороны уверяют, что каждый из них обладает высокими морально-деловыми качествами и отменным здоровьем. Ведь служить им придется в Астане, в десантно-штурмовых войсках, элите вооруженных сил страны. Среди них и житель Караганды Вячеслав Дизин. В детстве мне стало попасть в ВДВ, ДШБ, служить своей родине. Это долг, это каждый мужчина должен исполнять. Отец, брат служили, пошел по их ступам. Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». На площади собрались друзья и родные призывников. Каждый из них с гордостью смотрел на своего сына, брата, друга. Перед новобранцами выступили военные руководители города, ветераны, а также представители командования Орталык и Астана. Вы идете в состав элитных войск. Это десантно-штурмовые войска вооруженных сил Республики Казахстан. Это лицо, это сила нашей армии. Я служил в частях специального назначения, в десантно-штурмовых частях Советской армии. И знаем, что такое десантник. И наш главный девиз – никто, кроме нас, сейчас становится и будет вашим девизом. Никто, кроме вас, не защитит Родину. Никто, кроме вас, не выполнит боевую задачу лучше всех. Дороги вам удачны и возвращение домой. Один из главных наказов – служить честно, также не забывать своих родных. Ветераны призвали молодых солдат писать домой как можно чаще. От имени карагандинской молодежи новобранцев напутствовали руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Мирас Уттебаев. Именно вам, уважаемые призывники, выпала честь отдать воинский долг в столице нашей страны. С сегодняшнего дня вы становитесь частью вооруженных сил Республики Казахстан. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и оправдания возложенных надежд. Жолдарен Болсун. Весенняя призывная кампания стартовала в марте. Из Карагандинской области планируется призвать около полутора тысяч юношей для прохождения срочной службы в войсковых частях Министерства обороны, службы государственной охраны, национальной гвардии и пограничной службы. Марат Такишев, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинском доме дружбы состоялась первая республиканская научно-практическая конференция Ассамблея народа Казахстана на тему «Казахстан, территория мира и согласия». Ученые, эксперты и общественные деятели со всех концов страны приняли участие в работе конференции. Участники конференции обсудили пять инициатив президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, направленных на социальную модернизацию, а также пути решения проблем развития казахстанской модели государственности. Создание единства общества, а также роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации идеи модернизации общественного сознания и новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции. На конференции подчеркнули, что основная концепция деятельности Ассамблеи народа Казахстана заключается в том, чтобы каждый гражданин осознал, что Казахстан является нашим общим домом. Являясь структурой динамичной, в Ассамблеи создаются новые подразделения, которые обеспечивают ее дальнейшее развитие. Это организационно-методическое, финансовое, научно-аналитическое сопровождение. Последнее время уже в 30 вузах страны созданы кафедры Ассамблеи народа Казахстана. Их задачи многогранны, но цель едина – вовлекать молодежь в деятельность Ассамблеи. Одним из основателей таких кафедр стала Людмила Гребнева, заместитель председателя Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана. О сохранении мира, единства и согласия говорят все и к этому стремятся. То, что мы сейчас имеем, не означает того, что если мы ничего не будем делать, это сохранится. Для того, чтобы сохранить наш Мангелик Ель, чтобы у нас все-таки наша страна, наш народ существовал вечно, непременным условием является сохранение единства, мира и согласия между всеми людьми, проживающими в Казахстане. А кафедры Ассамблеи народа Казахстана как мост, связывающий молодежь с деятельностью Ассамблеи, воспитывают в ребятах патриотизм и гражданскую идентичность. В состав Республиканской Ассамблеи народа Казахстана входит 21 карагандинец, среди которых председатели областных этнокультурных объединений, представители национальной элиты и духовенства. Функционируют 74 этнокультурных объединения, в том числе и 22 областные, 52 городские и районные. Работают свыше 100 творческих коллективов, которые принимают активное участие в мероприятиях областного и республиканского значения. Сергей Высокозов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Школьники и студенты со всей республики писали китайские иероглифы, пели песни, а также соревновались в знании китайского языка. В Карагандинском техническом университете состоялись сразу два республиканских мероприятия. 17-й конкурс «Мост китайского языка» для студентов и 11-й конкурс для школьников. На сцене участники республиканского этапа конкурса на знания китайского языка и культуры. Тема этого года «Один мир, одна семья». В конкурсе приняло участие более 20 студентов и школьников со всего Казахстана. Ежегодный международный конкурс «Мост китайского языка» организован Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом и призван распространять китайский язык и культуру во всем мире. В нашей стране он проводится уже на протяжении 10 лет. В Карагандинской области конкурс проводится впервые. Начальник отдела общественной дипломатии посольства Китайской народной республики в республике Казахстан Ли Гуан отметил важное значение данного мероприятия. Конкурс проходил в несколько этапов, в ходе которых участники продемонстрировали свои языковые навыки. Следующий этап – комплексное владение китайским языком, знания и истории и культуры Китая, а также артистические таланты. Участников оценивало компетентное жюри, в которое вошли представители Института Конфуция, а также представители Генерального консульства и посольства Китая. Все участники стали обладателями сертификатов, а победителям конкурсов вручили ценные призы. Кроме того, первые два победителя поедут в Пекин для дальнейшего участия во всемирном конкурсе «Мост китайского языка». Андрей Тимофеев, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансов Олгстар. Редактор субтитров А.Семкин